Всем привет! Это канал Turkish People. Меня зовут Андрей. А меня зовут Елена. Солнце светит. Мне кажется, что тепло. На самом деле плюс 11 градусов на термометре. Ну, на солнечке ощущение теплее. Ну, пойдём? Пойдём. Я сегодня со всеми с миссами одену в школу. Ну, и теперь со мной сходишь. Я сегодня решил в школу не идти. Ну, потому что вчера был не учебный день. И сегодня тоже пришли и все. Представляешь, какие у нас длинные каникулы? Аж 15 дней. Я не буду вот этого всего здесь видеть. Ой, смотри, даже учителя это играют. Да. Ну, плохо, что у нас спортзала нет. Приходится постоянно на улице здесь играть. В общем, школы маловато, не хватает. Видите, между домами как зажали её. Ну что, пойдём забирать мой табель. Мне дали поносить. Я пока не открываю. Хочу узнать, что конкретно у меня получилось. Да, мне учитель отдал. Поздравили Андрея, сказали хорошую каникулу. Та-да. Вот я, смотри, красиво с партики дали. Ну да. Так, вот здесь очень относятся к вам ответственность, что это такое важное мероприятие. Но удивительно, что у вас нет торжественного участия. Я сегодня просто целый день писал, целое утро, точнее сказать, моему классному руководителю. Он говорил, не знаю, не знаю, ещё вчера ему писал, что конкретно сегодня будет. Походу, сегодня никаких мероприятий не было. Просто сказали, приходите, забирайте. Там ещё выше. Да, экскурсию маме провожу. Ага. Просто я не знаю, есть ли сейчас уроки. Пойдём вещи заберём из твоих шкафчика. Да там у меня только еда. Ну вот, заберём, чтобы не портилось. Вот, смотри, это проекты. Есть кабинет учительницы английского. Никого нет. Вот это мой класс. Ну давай, садись на своё место. Ну, как ты думала, где я буду сидеть? Где может сидеть самый высокий мальчик? Как у нас в моё время говорили, на Камчатке. На Камчатке. Вот сколько рядов. Четыре ряда. Они, видимо, фильм сегодня смотрели. Кто пришёл? Потому что с утра кто пришёл первый, написал, что класс холодный, никого нет. Классно. Да у нас друг его ватсап. Ой. Это я вижу немецкий язык. Да, и у нас эта надпись не меняется последние четыре недели точно. У нас два раза, два урока в неделю немецкого языка. Немецкий вообще, как будто, не изучаем. Как будто у нас сегодня был. Самое интересное, это здесь вид. У нас очень красиво. Ну, кому нравится на трассу вид. Всё равно окна закрыты, а видно, что он шумно. Вот. Да, слышно прям. Вот там мост. Пешеходный мост. Ты по нему переходишь, когда идёшь на остановку, да? Не всегда. Он будет здесь через Кукуречь пройти, смотрел нас прям какой вид. За Кукуречь. Ко-ко-кукуречь. Вот мы и находимся в Мурат-Паша, это сторона. А на противоположной стороне дороги это уже Кипец. У нас до нашего дома меньше трёх километров отсюда. Здравствуйте, да, я проверю, я всё-таки не забыл доски. Так, у вас в партах что-то есть? Ну да, я обычно сюда что-то кладу. Это не просто телевизор, это электронная доска. Но электронные доски есть во всех школах. И в частных, и в государственных. Да, так что разница поменяет. Это обязательный стандарт у нас образования. Электронная доска. Зонтик. Ну правильно, зачем же? Дождя, нет? Пусть будет, сказал, наверное. Вижу шкафчики. Андрюшин, шкафчик. Ой, сколько всего здесь. Здесь учебники. Круассаны. Поесть. Я, чтобы, говоря, уже проголодался. Да, да, да. Учебники никакие не надо домой брать? Нет. Зачем? Еду надо взять с собой. У меня специальный пакет для этого есть. Хочу сложить. А здесь выход на балкончик. Наверное, закрыт на ключик. От детей. Да, тут балкончик-то и нет. У каждого шкафчик, но шкафчик не закрывается. Плохо. Обещали, чтобы он закрывался. Но я так и думал, что, ну, вряд ли они будут что-то портить. Звонками придавают. Все. Нам домашних таких не задавали. Вроде бы. Потом окажется, что задали. Ну, можно в школу прийти. Учителя будут, наверное. Да, да, да. Все. Давай пойдем вниз спустимся. И я уже посмотрю вот это кардное вытесное. Внизу будем смотреть? А может в классе? Хочешь в классе? Давай в классе. Парень, никого нет, никто не мешает. Нет любопытствующих. Так, ученик 9-го Б-класса, получи свой табель. Мы закрыли дверь, чтобы никто не мешал. Хотя здесь есть окошечко. И могут посмотреть, что происходит в классе. Такие же окошечки есть и в государственной школе. Это вот такой, видимо, стандарт, чтобы не беспокоить. А ты уже, наверное, посмотрел, да, одним глазиком? Нет, честно. Ну, показывай. Я сейчас рукой. Да, я знаю, я знаю, я знаю. Ожидаемо. Ну, конечно, ожидаемо. Хотя хотелось, чтобы было в красивой обстановке, да? Да, отличную учебу. Я отлично учусь. Вот так вот. Тут табель. Спереди оценки. У меня средний балл 87 из 100. И вот здесь, конечно же, будет гимн и послание самого Татюрка. Так они оценивают. С 85 до 100. Это очень отлично. Это получается Татюрк. В Бельгии 70 до 85. Это хорошо. Это будет тысячи кюр. Благодарность. За хорошую учебу и за отличную учебу. А у тебя и за хорошую есть, и за отличную есть уже из государственной школы. В младшей школе просто написано. И чок, и баллов нет. У нас 40 часов в неделю уроков, представляешь? Ну, настоящий полноценный рабочий день. Вы 8 часов в школе находитесь. Еще внизу тут написано, сколько дней прогулял. Такое даже пишут. Для них это очень важно. В общем, если 5 дней ты прогуливаешь, больше 5 дней, тебе не дают вот эти награды. Представляешь, у них новое теперь правило. И так, что они знают, что сделали. Кто получает такие награды, но прогуляли, они потом стирают прогулы. Потому что совершенно не важно, как это может относиться к учебе. Ты же не прогулял там всю четверть. Странно. И смотри, помнишь, тебе прогул поставили за то, что ты опоздал? Ну, вот эти 4, которые они переписали на юзерлю, это простительные. Это просто за опоздание на урок, допустим. Они ставят полдня, представляете? Я опоздал на один урок, допустим, утром, после обеда, просто опоздал. Учитель решил, ай, давай тебе поставлю это. А потом это какие огромные проблемы? Таких два опоздания приравниваются к одному полному дню прогулок. Это очень странно. Это я показываю, как Андрюша помещается со своим ростом за этой портой. Да помещается, помещается. Как ощущения от каникул? Ой, я так рад. Я так устал эти экзамены вообще. И тишина. Здесь обычно шумыгал. Да, вы представляете, на уроках здесь шумят дети. Независимо, в какую школу вы ходите. Дисциплина очень-очень хромает. Я вам серьезно говорю. А сколько человек у вас в классе учится? 15. Ну, конечно же, не все ходят. Это намного меньше, чем в государственной школе. В государственной школе может быть и 35 человек, и даже 40, и 45. Будут набирать до упора. Потом наберется, когда еще 35 человек сверху откроет новый класс. Но в старшей школе такого нет в лицея. То есть, прям, чтобы очень много людей было, не все же останемся продолжать учиться, получать это среднее образование. Обязательно в Турции отучиться 8 классов. Это закончить среднюю школу. Потому что сейчас я в лицее. Это высшая школа тут. Такая вот история. Да я вижу, он довольный, ты посчастливый. Конечно, счастливый. Понимаешь, но достижения и в другой стране, все-таки, для меня это иностранный язык. Вот у меня папа турок, но мы всю жизнь жили в России. В России я тоже был отличником. Для меня это чего-то стоит. Это потраченный труд. Это просто похвала. Кольки тоже надо. Идем отдыхать на каникулы. Пока. Я пойду покажу еще один наш этаж. Здесь что-то проект тоже по эмпатии. Здесь кабинет нашего психолога. У нас есть лифт? Да, у нас есть лифт, но он для избранных. Я понимаю, вот эту штучку надо что-то приложить, чтобы тянуть за работу. Да, да, да. В нашей школе, где у меня учится младший джетин, тоже есть лифт. Но он вообще закрыт и используется только в крайне редких случаях. А это тихий класс у нас. Это обновка. Тихий класс. Просто можно посидеть, поделать уроки. А так, точно так же классы сделаны. Кстати, я когда ходил в вот эту среднюю школу... Мам, там учительская. Да, да, да. А я услышала там шум на дороге, думаю, там балкон, наверное. Не, на балкон нам нельзя выходить. В общем, видишь, тот корпус. Они не связаны. И там намного меньше класса. И вообще он меньше намного. То есть у нас старшая школа очень большая. В общем, сегодня пришли все как на продленку. Смотрели просто кино. Я спросил у ребят. И было мало человек. Да. Никто сильно и не парится-то. Просто удивительно. Вчера был выходной день, вчера в школу не ходил никто. А сегодня вот нам можно было прийти. Да. Вот еще один этаж. Турецкий язык. У нас уроки всегда в одном кабинете. К нам приходят учителя. Только если в кабинет технологии мы идем. Либо на физру. Смотри, знакомый человек. Ты как его растянули в фотографии от Толстого? Толстой. Да. Здесь учатся самые старшие ребята. Двенадцатиклассники. В Турции двенадцатиклассники. В Турции двенадцатиклассная система образования. Система четыре плюс четыре плюс четыре. Четыре начальные, четыре средние и четыре старшая школа, которой я учусь в лицее. Внизу столовка. Да. Пойдем. А я вижу, сегодня вообще и старших никого нет. Всех отпустили, наверное. Кто и пришел. Ой, темно в столовке. Да. Вниз еще можно спуститься. Там другие у нас классные. Там темно, наверное, выключили свет. Вот так выглядит столовка. Кормят, честно говоря, мам очень посредственно. Я заметил, что даже среднюю школу кормят намного лучше, чем старшаков. У вас разное время, Вик? Да. То есть у них поинтереснее, Вик. А у вас, говорят, Вики в Канти, есть у них еще буфет за дополнительные деньги. Сейчас тебе покажу. Вот так вот. Это старшая школа, а там начальное разделение. Ой, вижу кафе. О, смотри, видишь, здесь кафе. О, смотри, вот так вот это. О, смотри, бывает. Здачeso,актер зимустьヒгингин. Так что сильно нравится, survivor серия? Да, ей так dirty culот. Предvidет, ага. Открою. 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 Все, со всеми попрощался. Хороший буфет у вас. У плачей школы такого нет, там на улице. Только стоят столы. Все, ходим. Итатилер. Ирочерез. Итатилер это означает хороших вам выходных. Хорошего отпуска. То есть все одним словом означается. Вот я вам показал частную школу, в которой я учусь. Он называется по-турецки колледж. Получается, визион колледжи он называется. Но в колледже мы не получаем никакой профессии. Это просто обозначение частной школы. Да, здесь даже детский сад есть. Ой, вот такую экскурсию краткую провел. Никого не было в школе. А то я приходила сюда, и дальше холла я не поднималась. Но так интересно было. И когда детей нет, вообще можно ходить спокойно посмотреть. Конечно, удобно, когда есть шкафчики, когда мало человек учится. Но важно и самообразование, и важно самообразование. Без этого никуда. Я поздравляю с началом каникул. Спасибо. Две недели. Не надо будет рано утром вставать. Это вот для меня самое большое счастье. У нас две недели были экзамены в каждодневных. Это такой нервный стресс, потому что хочется показать, что ты что-то учил все это время. Но это наконец-то закончилось. Первое полугодие мы отучились. Вот сегодня пятница, 21 января. Каникулы до 5 февраля. Все, мы тронулись. Спасибо вам большое за поддержку, за добрый комментарий. Я знаю, что вы уже написали. За поздравления. Спешим мы в школу, потому что у нас сегодня важный день. Карне называется. Побежали. Давай, давай, давай. Сегодня всем выдают. Дети без рюкзаков пришли вот в 11.40 в школу. И в 12.25 сказали их забрать. Давай, бегом. Смотрите, не хочет пускать родителей. Говорит, показывайте мне хест-код. То-се. А когда приходим забирать их, ворота открываются, все проходят, ничего больше не надо. Такая система, это военных стандартов, кого-то не пропускает. Кто-то проходит, не обращая внимания на охранницу. Ну, я говорю, через час откроют ворота, все спокойно зайдут и ходи куда хочешь, и в школу, и к учителю. А вот утром не пускают в нашу школу. Все показывают, что они получили корне, машут ими. Родители стоят за забором. Кто прошел внутрь, там. Вот сейчас объявят, что начнутся конь. Да, ребята, один год начался, в октябре. Первый раз пойдет, 絕温, из-за каждого, целые. Первый раз пойдет. Первый раз пойдет. Сгостящий раз. В конце концов, второго раз. Дальше, сгостящий раз. Теперь будем делать вот такие, кальпы. Каникулы будут две недели. Две недели можно отдыхать, утром спать. Дети очень рады, Играет музыка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...